Добрый день, ребята! Рада приветствовать вас на первом факультативном занятии по английскому языку в новой четверти. Сегодня мы начинаем с вами курс о практической грамматике. The theme of our lesson today is articles. Today we will be talking about definite and indefinite articles. As you know, there are two types of articles in English language. Indefinite articles e, n. Неопределенный артикль e, n. Indefinite article the. И определенный артикль the. Look at these two examples. I have a cat. У меня есть кошка. There is an apple on the table. На столе лежит яблоко. В чем же разница употребления артикля e, n? Если существительное заканчивается на гласную букву, то перед ним мы ставим артикль n. n apple. Definite article the. Определенный артикль. То есть мы конкретизируем. Give me the red pencil, please. Дай мне, пожалуйста, красный карандаш. Запомните следующие правила. Перед каждым нарицательным существительным должен стоять артикль. Если вы употребляете перед существительным артикль, вы должны уметь объяснить почему. Артикль не употребляется, если перед существительным стоит притяжательное или указательное местоимение. Другое существительное в притяжательном падеже. Количественное числительное или отрицание no, но не not. This is a pen. Это ручка. This is a pencil. Это карандаш. This is a book. Это книга. This is my book. Это моя книга. Ребята, мы не употребили здесь артикль, так как перед существительным бук стоит притяжательное местоимение my. Is this your pencil? Это ваш карандаш? No, it isn't my pencil. It is my sister's pencil. Давайте расскажем следующее правило. Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед ним определенный артикль a, n. Упоминая этот же предмет вторично, мы ставим перед ним определенный артикль the. Look at the example. This is a book. The book is interesting. Это книга. Книга интересная. He hasn't got a car. У него нет машины. But he hasn't got, but he has got, sorry, a computer. The computer is new. У него есть компьютер. Компьютер новый. В первом случае мы употребили с вами артикль a, так как говорим об этом компьютере впервые. Во втором случае артикль the, так как упоминаем его второй раз. А сейчас откройте, пожалуйста, свои тетрадки. Запишите сегодняшнее число. И выполните самостоятельно предложение 2, 3, 4, 5 в своих тетрадках, поставив видео на паузу. Справились? Неопределенный артикль e, n может употребляться только с исчисляемым существителем. Ребята, давайте вспомним, что неопределенный артикль e, n заменяют числительное one перед неисчисляемым существительными или существительными во множественном числе. Неопределенный артикль опускается. Определенный артикль the употребляется как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными, как в единственном, так и во множественном числе. This is a book. Это книга. The book is interesting. Книга интересная. This is meat. Это мясо. The meat is fresh. Мясо свежее. These are books. Это книги. The books are good. Книги хорошие. Запомните следующие словосочетания, в которых артикль не употребляется. И запишите их, пожалуйста, в тетрадку. At school. В школе. At home. Дома. At work. На работе. Ставьте артикль, где необходимо. I have two sisters. У меня две сестры. My sisters are students. Мои сестры – студентки. Ребята, а сейчас откройте, пожалуйста, свои тетрадки и запишите это упражнение самостоятельно, поставив видео на паузу. К следующему уроку вам нужно будет выучить правила, сфотографировать работы в тетрадках и отправить мне. Thank you for the lesson. Goodbye. Bye-bye.